Добрый день, друзья! В этом видео я хотел бы пройтись по новому обновлению нашего модуля SEO-оптимизация страниц тегов версии 2.2.0. В этом релизе мы добавили механизм генерации связи тега с товарами по набору правил, а также добавили интеграцию с нашим другим модулем расширенные метатеги и плейсхолдеры. Давайте взглянем на это более детально. Перейдем на страничку редактирования всех тегов и выберем какой-то для примера. Здесь на вкладке генерация связей можно добавить правила, по которым будет выполнена привязка тега к товарам. Делать это можно как вручную, так и в автоматическом режиме с помощью крон-задания, но в этом случае убедитесь, что у вас отмечен этот чекбокс. Давайте сейчас создадим правила. К примеру, для всех продуктов каждой категории с книжками добавить тег «букс». Для этого просто добавим соответствующие условия. Прежде чем выполним генерацию, давайте посмотрим на нашу страничку тега до этого. Сейчас видим здесь ноль привязанных продуктов. Возвращаемся и генерируем связи. И вот наш результат. Этот функционал позволит очень упростить жизнь администратору магазина. С этой страницы можем также просмотреть связанные товары. Следующее нововведение – это возможность управлять шаблонами подстановки плейсхолдеров для страниц тегов. Это можно настроить на соответствующей вкладке в настройках модуля «Расширенные метатеги и плейсхолдеры». Перейдем в менеджер модулей, откроем управление шаблонами и откроем вкладку «Теги». Теперь, как видим, стало возможным создавать шаблоны для тегов title, description и keywords, как и для других страниц. Посмотреть, какие плейсхолдеры могут использоваться, всегда можно здесь. На этом все, друзья. Подписывайтесь на наш канал и другие соцсети, чтобы всегда быть в курсе всех обновлений и новых решений от команды Alex Branding. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!